18-летняя Аня Павликова и еще двое обвиняемых по делу так называемой экстремистской группировки «Новое величие» останутся в СИЗО. Несмотря на то, что у всех обвиняемых изъяли российские и заграничные паспорта, суд все равно считает, находясь под домашним арестом, они могут скрыться от следствия. Обвиняемых в суд не доставляли. На заседании Аня присутствует по видеосвязи из СИЗО. В разговоре с судьей постоянно заикается и все время мнет в руках косичку. На решение суда оставить Аню за решеткой ее друзья отреагировали вот так. Она интересовалась химией и биологией, а в последние полгода работала санитаркой. Заработанные деньги тратила на лекарства матери, у которой вторая группа инвалидности. В СИЗО Аня живет в камере, в которой находится еще 46 женщин. Все курят, дым стоит коромыслом, а она не курила никогда и не пробовала, и ей, конечно, вот это тяжелее всего. Ее рвет. Ее перед тем, как привезти в СИЗО, держали 3,5 часа, как вот в этом автозаке холодном. Было минус 11 градусов, и она сидела на ледяном сиденье, у нее болят сейчас придатки. Все обострилось, все болячки, все обострилось. Но больше всего, конечно, переживаю, что у нее пролап нейтрального клапана за сердце. Не дай бог, что случится. Всего по делу арестованы 9 человек. Они действительно встречались в кафе и обсуждали политику. Но в основу уголовного дела по 282-й статье легли показания капитана уголовного розыска, внедренного сотрудника ФСБ и еще одного засекреченного свидетеля. Они по материалам дела тоже были участниками группировки. Именно внедренный сотрудник ФСБ в материалах дела Руслан Д. Предложил создать организацию оппозиционного толка и сам же написал для нее устав. Адвокаты считают, что это была провокация ФСБ. В эту группу людей, которые встречались по кафешкам и обсуждали, как нам плохо живется, ну, к примеру, были внедрены три сотрудника правоохранительных органов, которые, увидев, что никакой общественной опасности эта группа не представляет, решили ее создать. Один из сотрудников органов написал устав организации, написал политическую программу, снимал помещение для того, чтобы эта организация существовала, доплачивал свои деньги. На свои деньги купил принтер, а потом всех сдал. Наверное, получил звездочку, я не знаю. Ну, никакого состава преступления я тут не вижу и близко. Адвокаты считают, что 18-летних подростков продолжают держать СИЗО, чтобы под давлением получить от них признательные показания. Родителям обвиняемых остается надеяться на внимание прессы и широкий общественный резонанс. Я обратился в суд с ходатайством о проявлении гуманизма и милосердия, потому что, понимаете, государство должно быть справедливым, но не имеет права быть жестоким. Государство не должно быть жестоким по отношению к своим гражданам. А то, что эту девочку отправили в СИЗО со всеми ее болячками, несмотря на то, что она была несовершеннолетней, несмотря на то, что, ну, видно, это просто книжная домашняя девочка, которая там, да, интересуется там букашками и цветочками. И вот такое издевательское отношение, жестокое отношение, это просто недопустимо. Я не понимаю вот и судью, и прокурора. Это какая-то просто, я не знаю, такое звериное равнодушие. Да, они видят эту девочку, они видят ее родители, они сами все прекрасно понимают. Но, слушайте, прокурор девушка молодая, ну, вы же обратили, наверное, внимание, что у нее уже две звездочки на погонах. Ну, а как еще звездочки себе зарабатывать? Как еще идти по этой карьерной лестнице? Только таким пренебрежением, только таким равнодушием, такой жестокостью. В нашей стране вот эта вот борьба с экстремизмом, это стала уже какая-то такая государственная идеология. Да, вот смысл существования государства сводится к борьбе с тем, кого государство считает экстремистами. И лес рубит, щепки летят. Им нужны звездочки, им нужно повышать статистику раскрываемости. И то, что параллельно ломаются человеческие жизни, им совершенно плевать. Меня, честно говоря, я когда, ну, вот, ознакомился изначально с материалами дела, я никак не мог понять, почему девочку отправили в СИЗО. Все-таки, когда идет оперативное сопровождение центром Э, обычно, ну, вот девушек все-таки стараются как-то, ну, не проявлять к ним излишнюю жестокость. Если вы вспомните, даже по болотному делу парней отправляли за решетку, девчонок оставляли под домашним арестом. Даже Духанину, которую обвиняли в том, что она, извините, там, да, асфальт кидала в ОМОНовцев, да, даже ее оставили под домашним арестом. А здесь какая-то совершенно необъяснимая жестокость. Но сейчас встала на свои места. Оперативное сопровождение осуществляет не центр Э, а ФСБ. А для ФСБ, знаете, вот эти вот все сантименты, девушки там, не девушки, абсолютно плевать. И ее держат за решеткой для того, чтобы выбить из нее показания, оказывать на нее психологическое давление. Вот я поговорил с отцом, он рассказывал, как проходил обыск. Открыли дверь, сразу ударили в лицо, наручники людей, ну, то есть вот и Аню, и отца держали на кухне, пока происходил обыск, там, да, подбросили какую-то там символику. Это абсолютно стиль ФСБ. Это абсолютно такой звериный, оголтелый, жестокий стиль ФСБ. Вот Эшники, тоже, знаете, не хочу ничего хорошего про них сказать, но они себе такой наглости и таких зверств все-таки не позволяют. А здесь, конечно, все, видимо, объясняется тем, что оперативное сопровождение осуществляется в ФСБ. И именно ФСБшники, судя по всему, будут себе вот рисовать раскрываемость. Именно сотрудник ФСБ, судя по всему, был внедрен и организовал всю эту провокацию. И это причина. Дело в том, что ФСБ это такой, такая структура, которую практически никто не контролирует. Поэтому они делают, что хотят. Ну, Центр Э, это структура в рамках МВД. Да, поэтому над ними все-таки есть какое-то там начальство, есть какие-то механизмы контроля. Но кто будет контролировать ФСБ-то? У нас президент из ФСБ. Поэтому они чувствуют себя таким правящим классом в стране. Знаете, такой элитой, белой костью. Им позволено все. Элитой, белой костью.